Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия, почтения. Продолжаем тему астральный мир. Вот предлагаю вам заключение. Отец Абсолют. Здравствуйте дорогие мои любимые дети. Сегодня в своем заключительном послании об астральном мире я хотел бы еще раз остановиться на том, какими в идеале должны быть ваши взаимоотношения с астральными сущностями всех уровней. Что касается сущностей низшего астрала, то думаю многие из тех, кто читает сейчас эти строки, имеют достаточно высокий уровень вибраций и обитатели этих миров уже не способны воздействовать на вас. Но большинство людей все еще подвержено их влиянию. Поэтому прошу вас, дорогие мои, не расслабляйтесь и отслеживайте появление этих сущностей вокруг вас. Старайтесь гасить очаги напряжения до того, как они наберут силу и начнут отвоевывать пространство, погружая в свои темные энергии все больше и больше людей. Растворяйте их вспыхнувшие огоньки низковибрационных энергий светом своей любви, не давая им разгораться в пламена страстей. Я знаю, у вас это обязательно получится. Средний астрал наиболее коварен, поскольку почти невидим. Если сущности низшего астрала проявляют себя достаточно бурно и вы почти физически можете почувствовать висящие в воздухе негативные энергии, то сущности среднего астрала действуют из-под тяжка. Можно сказать, что они разлагают людей изнутри, вкладывая в их сознание мыслеобразы, лишающие человека индивидуальности. И великую помощь им в этом оказывает средство массовой информации, цели которых полностью совпадают с желаниями сущностей среднего астрала. Этот тандем обеспечивает тотальную манипуляцию сознанием людей, загоняя их в рамки стандартного существования, делая их винтиками в гигантской машине, призванной превратить человека в безликое послушное создание. И чтобы вырваться из этого невидимого плена, вам нужно приложить немало усилий, ибо вам придется пренебречь мнением окружающих, ваших близких, стать белой вороной, выбившейся из общей стадии. Но вы ведь уже знаете, родные мои, что самой большой ценностью в их жизни являетесь вы сами, ваша божественная душа, ваша индивидуальность, ваша миссия, ради которой и пришли вы на землю, в столь судьбоносный для нее час. Вы вышли уже на другой уровень бытия, где на первый план выступает духовное начало, опыт души, открывающиеся перед вами новые горизонты жизни на земле, пятого измерения, в которое вы уже начинаете погружаться. Это самый главный ваш стимул, который уже не позволит вам вернуться назад в серую обыденную жизнь подавляющего большинства населения планеты, а значит и сущности среднего астрала уже не будут властны над вами. И наконец, верхний астральный слой, в котором обитают сущности искренней, считающие себя вашими помощниками и вашими спасителями. С ними у многих из вас завязываются тесные дружеские отношения, и несмотря на то, что они нередко присваивают себе чужие имена, передаваемая ими информация во многом отражает те процессы, которые происходят сейчас на вашей планете и вокруг нее. И все же, дорогие мои, к этой информации нужно подходить очень осторожно, поскольку зачастую эти энтузиасты астрального мира выдают желаемое за действительное, называя вам точные даты, судьбоносные дни, сакральные цифры и многие другие громкие сенсации. Поскольку уже не раз говорилось о том, как отличить послание высших сил от посланий астральных самозванцев, я не буду повторяться и лишь хочу напомнить вам о том, что выше пятой чакры астральные сущности дотянуться не могут. Поэтому обязательно проверяйте уровень вибраций всего, что вы читаете, слушайте или принимайте сами. И для этого у вас есть ваш божественный инструмент, ваша чакровая шкала, которая у многих уже полностью активирована. Пришло время, родные мои, пользоваться вашими тонкими органами чувств, которые вскоре станут для вас основными. И последнее, о чем мне хотелось бы вам сказать. Всегда помните о том, что физические и астральные миры это единое энергетическое пространство, где все подчинено законам Вселенной. И чистота этого пространства зависит от каждого из вас. Поэтому, поднимаясь по духовной лестнице, все выше и выше, вы помогаете расти не только себе, но и многочисленным частичкам заблудших душ человеческих, странствующих в астральном мире. Благословляю вас, родные мои, и очень люблю. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему «Астральный мир. Заключение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok